Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетсе, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Ну что ж, мы наконец-таки дождались вот этого самого дня, когда на повеске экономического календаря самый важный релиз последних, я думаю, недель уж точно. Данные по инфляции, которые сегодня будут опубликованы в 16.30 по московскому времени. Инфляция в США, соответственно, как ее анализировать и интерпретировать, я говорил уже миллионы раз, друзья. Это главный индикатор решительности американского регулятора относительно темпов сокращения экономических стимулов, ну и, разумеется, ужесточения национальной монетарной политики. Сегодня в плане прогнозов и ожиданий мы, скорее всего, увидим цифры, которых статистики, те, кто наблюдают за макроэкономическими релизами в США, они видели лет 35, друзья, или даже больше. Кто-то считает, что будут максимум больше, чем за 40 лет. Почему такие ожидания? Ну потому что, когда инфляция в прошлый раз, позапрошлые месяцы достигла 6,2%, это был максимальный уровень за 31 год. А сейчас по прогнозам, друзья, ожидается, что индекс потребительских цен достигнет 6,8%, хотя я думаю, что очень даже реально увидите цифру и в 7%. Вот поэтому можно накидывать еще большой отрезок такого временного периода многолетнего и говорить о том, что потенциально мы реально можем увидеть цифры максимальные за полвека. Как эта статистика повлияет на решение ФРС? Американский регулятор уже ранее признал, что очень сильно ошибался, когда полагал, что индекс потребительских цен достигнет какого-то пикового уровня. К слову, это пиковое значение уже давно было пройдено, после чего начнет постепенно снижаться. Не снижается индекс потребительских цен. Поэтому ФРС признал, что с этой проблемой, очевидно, нужно бороться, корректируя монетарную политику. Поэтому мы с вами ждем, друзья, следующую среду, с которой, кстати, потенциально начнется предновогоднее рождественское ралли. И на фоне роста инфляции американский регулятор сократит экономические стимуны, в частности, срежет дополнительные объемы покупки программы количественного смягчения в рамках программы количественного смягчения и приблизит решение по росту процентной ставки. Поэтому сейчас, в целом, на этом даже можно было бы сегодняшний брифинг и закончить. Нам стоит запастись попкорном, откинуться на креслах и ждать, собственно, эту статистику. Потому что именно от того, какие сегодня выйдут цифры, будет зависеть дальнейшая динамика доллара, ну и, разумеется, всех прочих финансовых активов. Если вам по-прежнему интересно моя точка зрения и вы хотите все-таки понять, с учетом такого новостного фона, где нам стоит ожидать доллар, я полагаю, что выше текущих значений. Но также рекомендовал вам пользоваться идеей роста доллара сейчас также через ряд других финансовых активов, инструментов. И эти идеи я просто продолжаю транслировать и дальше. Это европейская валюта, которая сейчас обхаживает уровень 1.13, шорт остается в приоритете. Это золото, которое никак не может выбраться из коридора буквально в 10 долларов и сейчас котируется на отметке 1778 долларов за тройскую унцию, тоже будет смотреться вниз. Потому что укрепление доллара на фоне потенциально более жесткой монетарной политики точно подстегнет ралли американских облигаций. И при росте доходности трежерец, так уж сложилось, исторически проверенный факт, золото болезненно реагирует на появление другого актива из категории защиты, который становится при определенных условиях и обстоятельствах более интересным для инвесторов. Я не вижу сейчас особых причин для роста золота, хотя логично было бы сейчас сказать, что раз инфляция вырастет, золото будет тоже укреплять свои позиции на фоне того, что это также исторически проверенная страховка от инфляции. Но индекс потребительских цен растет повсеместно в мире уже не первый месяц. Почему же золото не смогло за последние полгода воспользоваться такой фундаментальной поддержкой? Видимо, потому что все-таки уважает доллар, а доллар остается главной движущей силой. Также по другому новостному фону, друзья, Omicron, который топчется где-то рядом, мы вроде бы как касаемся этой темы и с другой стороны нет. Некоторое время назад вынуждены мы были транслировать оптимизм, который появился, особенно было заметен в американском фондовом рынке, что все решили, что его влияние будет не таким значительным и страшным, как ожидалось. Однако сейчас новости, которые появляются за последние сутки, скажем так, именно отвода ограничений в Англии, именно направленных на сдерживание распространения именно нового штамма, друзья, это заставляет снова вернуться к теме глобальных рисков, связанных с Omicron. И, наверное, смириться с тем фактом, что рано делать выводы, когда нет достаточно фундаментальных вводных. А сейчас, к сожалению, вот эти вводные, которые появляются, указывают на то, что не стоит и не нужно недооценивать риски этого Omicron. Министерство здравоохранения Японии сообщило о том, что Omicron окажется в 4,2 раза заразнее прошлого штамма Дельта. Ну, опять же, это так, информация к размышлению. Еще один новостной фактор, который стоит обозначить вам, друзья, мы следим за компанией Эвергранда и допускаем, что в случае дефолта мировую экономику накроет новый глобальный финансово-экономический кризис. Вот этот дефолт, он постепенно приближается, приближается, приближается. Так вот, чтобы у вас было четкое представление, на каком этапе сейчас находятся Эвергранты. Каждый месяц у компании есть обязательные платежи, обязательства перед инвесторами. Эти обязательства не выполняются. И из последних трех месяцев мы видим, как все платежи буквально просрачиваются. Соответственно, сейчас был серьезный транш, ну, не сейчас, точнее, месяц назад, на 82 миллиона долларов. И если, опять же, в срок это обязательство не погашается, вступает в силу льготный период, тоже на один месяц. Так вот, он истекает, друзья, на этой неделе. Я думаю, что если бы были возможности у компании исполнить это благовое обязательство, они бы исполнили его. Денег нет, соответственно, фич накануне, понимая, чем дело пахнет, понизили рейтинг Эвергранда до ограниченного дефолта. И это, фактически, уже это состояние, которое предшествует вот этому официальному признанию банкротства. Я очень часто связывал крах Эвергранда с мощной нисходящей динамикой на рынке криптовалют. Поэтому, если, под конец этой недели на выходных, мы увидим еще одну волну распродаж на рынке криптоиндустрии, это будет логично, связано с этим новостным фоном. Умеете в виду, друзья, если вы все-таки спекулируете какими-то криптоактивами. Так, и по остальным инструментам, опять же, индекс доллара, как я уже отметил, смотрим вверх, сейчас 96.17. Биткоин вчера был поближе к 50 тысячам. Сегодня уже 48.220. Я жду вообще в районе 40 тысяч золота. Смотрю вниз цели 1750. По фунту, кстати, очень многие считают, что из-за ужесточения ситуации, ухудшения ситуации с ковидом, мы увидим минимальный уровень с 2020 года. Это поддержка 1.30. Я солидарен с такой точкой зрения. И рынок нефти пока корректируется, 74.29. Опять же, это реанимированные риски, связанные с омикроном. Как я и отмечал, не стоит пока списывать со счетов угрозы, которая нависла над показателем глобального спроса на углеводороды в мире. На этом, собственно, все, друзья. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Все, пока.